Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас 23 марта, и я все ждала, думала, еще побольше немножко она цветет, потому что есть некоторые в бутонах, хотела уже вместо с ними. Но у меня распустилась моя красавица, распустилась она у меня в первый раз, это котлея девиана на тенеброзу, люминоза. Она у меня висела наверху, на верхней части, где все горшки, была повернута, я забыла, что там бутоны, вчера увидела, что она распустилась. Она у меня первый раз бутоны просто засушила, мне было, конечно, очень неприятно, я ждала. И в этот раз она вот три бутона дала, бутоны очень красивые, потрясающая красота, особенно в жизни. Я не знаю, как на камеру он передаст, потому что фотоаппарат особо и не передает. Там бархатистая губа и полностью идут прожилки по всем лепесткам. Попробую ближе заснять, как возьмет. Вот вроде бы да, он сейчас вперед. Вот эти вот прожилки, бархатная губа тоже с прожилками, очень красивый гибрид. Листья у нее на солнышке, загорели, почти красные. У растения большое, крупное, где-то сантиметров 50 в высоту. Ну и теперь, раз она расцвела, думаю, засниму всех вместе. Возьмем справа налево. Это котлея Гейлормунд, она у меня цветет каждый год. Очень удачный гибрид от Вихмана, по-моему, да. Крупный цветок, сантиметр где-то 22. Четыре цветка она дала, что за ними не видно растения. Достаточно вредный гибрид, она очень легко хватает любую бактериальную инфекцию. И даже вот по листьям, там где-то даже есть черные пятнышки, особо не режу. Если взять руку, вот губа, я только губа помещается в руку. Сейчас он ее не продает. Бывают периоды, когда он продает деленки от своего растения. Здесь у меня также цветет, я уже показывала в прошлом видео. Вот такая немножко голубая, сейчас уже цвет теряет. Дальше башмак тоже был. А здесь распускается лептот из бикалор. Я думала, что цветки будут мелкие, а они такие даже очень крупненькие, много бутонов. Такая очень интересная. Такая милая. Дальше люминоза я рассказала. Дальше моя любимая котлея, как я ее называю. Это котлея... Сейчас я бирочку возьму. Тут это почти неправильно. Триумфал. Тоже цветет у меня каждый год. Тоже помещается в руку только губа. Красивая котлея. Она вообще сама по себе очень недорогая. Но наградная. Много у нее наград. Ну, конечно, как такой красавицы, не дать столько наград. Так, дальше. Дальше здесь зацвела котлея... Ах ты, надо бирки брать. Дельта Кинг. А, Сузуки. Раствел первый цветок. Который, как его называют, сестра... Сестра Джорджа Кинга. Кстати, вот он. Возьму его рядышком. Цветки. Форма цветка очень похожа. Но все-таки совершенно они разные. У Джорджа Кинга губа более круглая. Здесь она более вытянутая. И рюшек побольше. Цветок здесь немножко не доокрасился. Но раньше была полоска более белая. Сейчас она докрашивается. Это ничего страшного. На подходе еще два бутона. Здесь моя котлея шьедори. Вот как же она красива получается на фотографиях, на видео. А так на общем столе вроде бы такая. Она какая-то такая нежная-нежная. Зефиринка. Вот кустик. И с каждого цветоноса по три цветка. Дальше. Дальше. Сохрошенность доцветает. Сидит он в чистой археате 9-12. Растет очень хорошо. На уровне фаленопсиса. Содержание вообще ничем не отличается. И тоже вызывает цветоносы. Рост цветоносов. Перепад температур. То же самое как и у фаленопсиса. Здесь у меня растел аквариус. Аквариус, конечно, красивый. Ну, один из самых красивых дуриганов. Я бы сказала, что это аквариус. У него крупный цветок. Ну, может, потому что один. И он прям вообще вот на ощупь как пластмассовый. Думаю, цвести будет месяц-полтора. Если же ранее не будет. Ну, вот Джордж Кинг уже рассказывала. Ну, вот такие вот цветоны. Нацвели. На подходе тоже еще сейчас много природников. Будут моси цвести. Уже следующее видео, наверное, будет с ними. Потому что они все в бутонах. Сейчас доцветают гибриды. Время их. Шрёдори. И будут уже следующие природники. Надеюсь, было видео интересным. Посмотреть, что как цветет. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова